сейчас мы попробуем снять и прочистить там берем откручиваем здесь вот стоит пружина даже две штуки здесь пружины надо здесь прочистить и смазать так две пружины и здесь вот отверстие внутри нужно тоже прочистить и все это смазать так вот и здесь пружины тоже по капельке и конечно же наш винт вот видите здесь винт специальный двойной здесь во втулку заходит здесь закручивается здесь еще идет смещение он поднимает вот этот диск выше ниже шайба шайба наша конусная расширенной частью я ложу сюда вниз берем отгибаем нашу направляющую и ставим так вот и закручиваем гайкой так вот теперь затягиваем гайку и и и и и и и и и теперь регулируем вот этим винтом против часовой стрелки подводим нашу нашу нижнюю часть вплотную к верхнему червяку и потом чуть-чуть его отпускаем по часовой стрелке вот у нас ролик пошел крутится хорошо так можно здесь чуть-чуть подтянуть и 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 смотрите нитка у нас вот этот хвостик у нас должен доходить вот сюда до края и сюда до края если у вас нитка не попадает по нашим краям на этот вот смотрите в этом месте вот он задерживается здесь по краю идет вот на этом сердечки здесь как бы затягивается чуть-чуть побольше намотка идет а в этой стороне вот на острие вот только дошла и сразу же ушла и пошла назад мотать если у вас здесь не совпадает по нашей левой тарелочки то можно взять вот эту верхнюю часть чуть-чуть подогнуть ее чтобы она заходила именно до конца все теперь вот это мы сделали но еще один момент там хотя и стоит у нас шайба пружинная ну чего-то я ей не доверяю потому что у нас гайка до конца не затянулась и я сейчас возьму и я проверил все нормально ходит зазор здесь выставленный моталочка у нас идет легко и я хочу взять вот так вот поставить и вот здесь вот кернышком по гайке чуть-чуть подкернить это чтобы ну для гарантии чтобы у нас гайка не открутилась мало кто захочет здесь покрутить но здесь то собьется а потом по новой выставлять значит я на всякий случай за керню можно конечно еще прочистить и заливают клеем я сделаю так так надежней ну и вот наша шпулька намотана вот наша пуля что здесь в этой пуля не так вроде кто здесь все нормально не забито нигде но дело в том что вот это тот здесь должен быть хвостик и он обломан это раз второе мы вставляем шпулю конусным концом вставили заправляется вот так вот сюда потом сюда и вот так вот и вот здесь вот видите вот в этом месте она должна вот сюда зайти и защелкнуться а здесь такой маленький флажочек должен идти вот сюда вот в это отверстие и вот он отломан это одно и второе я вытаскиваю нитку и практически прижима нет даже если я вот так вот надавлю нашу пружину ногтем вот так вот буду давить здесь то все равно пружина не держит нитка идет свободно абсолютно свободно откручиваю вот этот винт и снимаю ну во первых смотрите здесь вот мусор под пластиной видите это нужно конечно удалить все ну вот еще беда вот видите здесь ниткой прорезано очень сильно и и здесь и вот на этой стороне пружины вот видите пружина тоже прорезано вот здесь прорезь от нитки и вот здесь вот на пластине прямо конкретно ниткой прорезала ну вот это все нам нужно убирать потому что натяжение нитки нижней не будет здесь поступают обычно так берем алмазный надфиль и вот так вот берем и стачиваем по плоскости вот видите вот так вот по плоскости стачиваем только алмазным надфилем и спиливаем вот эту часть до тех пор пока не уберем вот эту прорезанную полоску ниткой делаем ну и прежде чем пилять я возьму сюда вот вовнутрь забью так вот тряпкой чтобы абразив туда не сильно попадал вот так вот и после этого начнем пилять мы вот таким вот манером вот так вот пиляем пиляем до тех пор пока наша оборостка совсем не исчезнет ну вот смотрите я снял по плоскости у меня здесь чисто теперь я пойду и вот эту часть заполирую на полировочном вот я все сделал заполировал теперь смотрите здесь поломан хвостик здесь немного пропилена также ниткой как и здесь но здесь мы все убрали и отполировали теперь я хочу попробовать как у нас будет прижимать это пружина если же она опять не будет прижимать то нам тогда нужно на пружине тоже убирать вот эту вот бороздку которая протерла металл а так если у нас нитку будет держать то это уже будет идти типа как направляющий под этот и нитка тогда не будет может выскакивать без вот этого хвостика но это все нужно методом втык опробовать если не пойдет значит мы будем здесь пилять и тогда здесь напаивать хвостик со столистой пластины ну вот сейчас мы все-таки попробуем что у нас получилось берем нашу пружину и вот здесь вот два усика есть и и берем попадаем вот сюда в отверстие и один и второй должны попасть все и вот эта центральная часть мы ставим сюда винт и закручиваем закрутили до конца а потом чуть-чуть отпустили на пол оборота берем ставим шпуру заправляем сюда наверх вытаскиваем вот смотрите у нас довольно таки прекрасно держит нитку нитка идет в натяг причем даже может и сильно ну это мы уже посмотрим по строчке ну в принципе пока так оставляем будем пробовать